Сегодня мы начнем читать сказ «Серебряная копытца». Который впервые был опубликован в альмонахе «Уральский современник» в 1938 году. Позже, в 1942 году, произведение было отредактировано для сборника «Ключ-камень». Жил в нашем поселке Старитадий. По прозвищу Каковани. Семьи у Каковани не осталось. Он и придумал взять в дети сиротку. Пришел он к тем людям, у кого она жила, и спрашивает. Это у вас, что ли, сиротка живет? Она самая, отвечает хозяйка. Мало одной-то, так еще кошку где-то подобрала. Отогнать не может. Ну как, подаренушка, пойдешь ко мне жить? Спрашивает Каковани. Девчоночка удивилась. Ты, деда, как узнал, что меня Даренкой зовут? Да так, отвечает, само вышло. Не думал, не гадал, нечаянно попал. Ты хоть кто? Я вроде охотника. Зимой по лесам за козлом бегаю. Да все увидеть не могу. Застрелишь его. Нет, этого не стану. Мне посмотреть охота, в котором месте он правой передней ножкой топнет. Тебе на что это? А вот пойдешь ко мне жить, так все и расскажу. А кошка будто понимает разговор. Правильно придумал, мурлочек. Правильно. Девчоночке любопытно стало про козла-то узнать. И то видит старик веселый, да ласковый. Она и говорит, пойду. Только ты эту кошку-муренку тоже возьми. Гляди, какая хорошая. Про это что и говорить. Такую звонкую кошку не взять, дураком остаться. Вместо балалайки у нас в избе будет. Вот и повел какованя сиротку к себе жить. Идет даренка, а сама все про козла думает. Она и спрашивает. Деду, а какой он козел-то? Скажи. Тот козел особенный. У него на правой передней ноге серебряные копытцы. В каком месте топнет этим копытцем, там и появится дорогой камень. Раз топнет, один камень. Два топнет, два камня. А где ножкой бить станет, там груда других камней. Деду, может, это козлик стучит? Да не, видишь, дятел сидит, он и стучит. Деду, опять спрашивает даренка, а шерстка у него какая? Летом буренькая, а зимой черенькая. Деду, а рожки у него есть? Рожки? Рожки у него отмены. У простых козлов на две веточки, а у этого на пять. Только осенью его не различишь. У всех козлов рожки есть. Зимой вот дело другое. Простые козлы безрогие ходят, а серебряные копытцы всегда с рожками. Тогда его сдалека признать можно. Так и стали жить вместе дед Коколаня сиротка-даренка да кошка-муренка. Между тем зима пришла. Коколаня на охоту собрался. Забоишься, поди, одна-то. Я с охоты, может, к ночи ворочался. Чего, отвечает, бояться? Изба у нас крепкая, полка мне добиться, и муренка со мной. Правильно, говоришь? Правильно. Избаю. Все детские мечты, все наилучшие мысленные пожелания имеют свойство когда-нибудь сбываться. Пожалуй, это главное, что пытался передать нам автор сказки Павел.